70 видов животных, около 16 гектаров общей площади территории. По оценке журнала «Вокруг света» Приморский сафари-парк единственный в России входит в число 12 лучших зоопарков мира. А аналитическое агентство «Турстат» внесло его в первую десятку лучших тематических парков России, популярных для развлечений и отдыха с детьми. Все подробности о жизни обитателей Приморского сафари-парка и о его работе в 2017 году мы узнаем прямо сейчас. Это программа «Время говорить». Меня зовут Анна Бережная. И у нас в студии сегодня Дмитрий Мезенцев, директор Приморского сафари-парка. Здравствуйте, Дмитрий Николаевич. Здравствуйте. Мы все любим сафари-парк. Каждый из нас там хотя бы разок бывало, может быть, и не раз. Люди приезжают с семьями. Мы с удовольствием также наблюдаем за жизнью обитателей в интернете, смотрим различные забавные интересные видео. Ваши обитатели Тимур и Амур, так они вообще стали знаменитыми буквально на всю Россию, а может быть, даже и не только на Россию. Расскажите в целом о работе зоопарка. Интересно, как он работает, как он существует на сегодняшний день. Нам интересны все подробности. Ну, в чем уникальность сафари-парка? То, что мы показываем животных не как в зоопарке через решетку, а без решетки перед глазами. У животных большие территории. Я в этом году много ездил по зоопаркам России. В Краснодарском сафари-парке был, в Геленджике сафари-парке, в Тайгане сафари-парке, в зоопарках других. И сравнил условия показа там и у нас. Ну, я могу сказать, что по зрелищности у нас лучше. Единственное, в парке Тайган там много львов, там, конечно, львов красиво показана большая территория, но по остальным животным у нас будет поинтереснее, по зрелищнее. Что касается территории для животных, вольер, у нас самые большие вольеры. У нас показ, как в природе, это наша изюминка, то есть парк ландшафтный, территория красивая, поэтому показ, как в природе. То есть, действительно, настоящий сафари, да, как вот мы привыкли видеть, например, по телевизору, по Африке люди смотрят, ездят, как львы прогуливаются, то у нас то же самое получается. Ну, сафари в том смысле, что перед глазами нет решетки, и что большие территории, сравнительно большие, где животные могут общаться, бегать, двигаться, в этом смысле можно назвать сафари. Вот, ну, в этом году мы открываем новую территорию, находится она в 300 метрах от старого участка, там 7 гектаров, мы два года строили. 29 декабря будет открытие парка Львов. Почему Львов? Мы же показываем животных Приморского края, значит, не просто решиться было на это, но территория находится в 300 метрах от старого участка. Наиболее интересные животные Приморского края показаны на старом участке. Тигры, леопарды, медведи гималайские, медведи, бурые, там, коты лесные, волки серые, красные и другие животные показаны на старой территории, наиболее яркие такие. Остаются животные Приморского края менее интересные для посетителей, а территорию нужно развивать. Поэтому принято решение на эту территорию взять несколько видов эгостических животных, в частности, африканских львов, канадскую пуму, рысьи, ну, рысьи у нас в Приморском крае живут. И также там будут и другие животные Приморского края. Ну, львы как бы изюминка. Большой парк, 4 льва самца, уже полтора года они крупные, килограмм по 150 такие. Ну, думаю, будет интересно. То есть, правильно я поняла, будет абсолютно тот же эффект наблюдения, что и за тиграми, например, человек придет и увидит, как по открытой территории прогулит. Да, единственное, на новой территории экскурсия будет без проводников. То есть, не будет ограничений по времени. У нас там ограничений по времени. Человек заходит с проводником, там где-то час-десять экскурсия, там другая, 40 минут, и все, выход, экскурсия закончилась. А здесь посетители смогут находиться столько времени, сколько пожелают. Ну, также показ будет красивых животных. То есть, с мостов. Вот сейчас у нас парк Львов сделан. Это осмотр с мостов. Это можно и снизу посмотреть, близко. Можно с мостов посмотреть. Как пожелают посетители. Да. Это всего лишь одно из событий, пусть и таких достаточно серьезных. 2017 год был для вас насыщенным. Давайте поговорим и об остальных замечательных событиях, за которыми мы весь год вместе с вами наблюдали. У вас на канале YouTube, в частности. Расскажите нам о том. Вот что у нас такого произошло интересного за 2017 год. Мы открыли парк Кабарок. Да, у нас сейчас там живет три самки и малыш. Кабаржонок. Малыш родился в парке. Вот. Вот это интересно, это необычно. Такой участок леса, осмотр с мостов, красивые скалы. Ну, такого нет нигде. Кабарга, зверь привередливый. И не везде живет. И пугливый, насколько мне известно. Редко где он есть. Поэтому это вот наша гордость. Мы сделали парк Медведи, запустили его. Значит, у нас там гималайские медведи. И поступили бурые медвежат в этом году. Парк красивый. Большой достаточно. 80 метров по склону вверх. Там скалы. 40 метров в ширину. Смотрим с мостов медведя тоже. Красиво. Очень трудно было делать. У него на этих скалах трудно работать было. Просто человек туда не поднимется. Просто не поднимется. А мы там строили. Ребята наши делали. Значит, у нас поступил в этом году самец изюбрь. Это которого можно погладить, насколько я знаю. Нет, изюбриха самочка. Она сама первая живет. Ее можно гладить. Она ручная. Ее, наверное, гладили многие жители Приморского края. А изюбрь Леша, он тоже ручной. Но у него есть рога, поэтому с ним лучше поосторожнее. Леша, с характером. Это как бы пара для изюбрихи. Давно мы хотели получить изюбря, но не получалось. Вот в этом году есть. Поступили птицы к нам в этом году интересные. Японские, о нет. Дальневосточные аист. Даорские журавли. Рябчики у нас есть. Белоплечье орла. А белки летяги когда у вас появились в этом году? В этом году осенью к нам привезли из Барабаша, Хасанский район, белок летя. Сначала двух, потом еще одно. Очень забавные зверьки. Очень милые. Подвижные. Они у нас и зимой живут в природе Приморского края. Поэтому зимой в дупле. Погода для них нормальная. Тоже можно посмотреть. Можно увидеть, как они вот это самое делают, парят. Пока мы не можем показать. Пока у них небольшая там вольгерочка. Пока они живут. В перспективе может быть будет побольше. Может быть посмотреть. Можно сейчас пока только их они вылазят оттуда. Видно, что там перепонки между лапками. Хрифостики наверх такие интересные. Насколько мне известно, они ведь в Японии также обитают. У них ареал большой. В Японии и большой ареал. Есть подвиды разные. Есть у вас в сафари-парке Приморском и очень редкие животные. Даже уже те, которые не живут в дикой природе Приморского края. Например, красные волки. Да, красные волки. Это интересный вид. Из сказки Маугли. Значит, вот там эти рыжие собаки. Это и есть красные волки. Они, конечно, в природе не живут такими стаями огромные, как мультики. Но тоже до 30 особей они могут собираться. Раньше они встречались и в Приморском крае. Заходили в оленевые совхозы. Вернее, это еще не совхозы были, а оленевые хозяйства. Но, к сожалению, уже больше не встречаются. Достоверная встреча, последняя, была известна в 1971 году, кажется, на реке Бекин. Это были красного волка. С тех пор достоверную встречу не было. У нас живут две самки и два самца. Вот в этом году мы буквально вчера их свели вместе. У них в январе время гона. Поэтому надеемся, что в этом году у нас будут и красные волчата. Сейчас они общаются там. У них выяснение отношений. Там все, кутерьма такая. Там сейчас очень интересно. Потому что они только познакомились. И взаимоотношения налаживаются. Очень интересно под наблюдать. Давайте немножечко вернемся к событиям. И потом позже также еще расскажете нам о жизни обитателей. Я думаю, телезрителям это очень интересно услышать, узнать какие-то необычные факты. Но было еще такое яркое событие, о котором нельзя не сказать в нашей программе. Это получение членства в одной из очень престижных ассоциаций в вашей сфере. Я так понимаю, это произошло в августе этого года. Расскажите. Есть такая евро-азиатская ассоциация зоопарков. Туда входят зоопарки бывшего Советского Союза и стран, так сказать, бывшие социалистические в основном. Кстати, там сейчас есть и Израиль, и Бразилия, и другие зоопарки. Вот я был в августе в Новосибирске на конференции. Там было больше 200 человек, директора сразу зоопарка. Ну, нас приняли. Приняли сразу, без вопросов, потому что наш сафари-парк, он чем интересен. Красивый показ, условия для животных хорошие. Это давно всем известно. Поэтому без вопросов нас сразу приняли. Хотя принимают не всех туда. Были случаи, когда кого-то не принимали. Вы правильно сказали об условиях содержания. Мне кажется, они как раз-таки напрямую влияют на события, которые регулярно происходят в Приморском сафари-парке и волнуют буквально жителей всей страны. Это дружба между абсолютно разными видами животных. Хищниками и обычными млекопитающими. В этом году этот год не стал исключением. 2017 год. И также у вас возникли новые такие дружные парочки. Расскажите немного о них, пожалуйста. Ну что, Амур и Тимур живы-здоровы, но живут рядом по соседству. Не запускаем почему Тимура к Амуру. Ну, боимся за Амура. Тимур у нас наглый козел. Он сразу может рогами забодать. Еще что-нибудь. Тигр терпеливый. Но испытывать нервы не хотим. Он ведь по-другому может немножечко проявить характер. Мы запускали Тимура в большой парк, а Амур был, значит, в клетке ночной. Они подошли там, понюхали, все вернее. А Тимур подошел, понюхался. Ну, что вы думаете, дальше он сделал. Амур профорчал, там, ну, привет. А Тимур встал на добы, значит, рогами по клетке. Типа, я какой был, такой и остался. Вы не рискуете. Ну, у нас в этом году вот жили вместе практически полгода. Тигрица Уссури и Козел Тур. Мы их сейчас вот убрали, но хоть сегодня запускай, и будет все нормально. Но у них другие отношения совершенно. Они, конечно, не стали такими известными, знаменитыми, как Амур и Тимур. Но, тем не менее, вот это было, это есть. Тенденция продолжает сохраняться. Вы знаете, Уссури и Тигрица, она вообще сврепая. Она там всех этих животных, живой корм всегда добывала сразу. И почему этого козлика не тронуло, тщедушного, неизвестно. Вот всех сразу его не тронуло. Когда его козлика Кусури, значит, запустили, говорю прямо на съедение, он там весил вообще, его какой-то тщедушный такой вот дали вообще. Сейчас он после шести месяцев жизни Тигрица и поправился почти на 20 килограмм. Козел такой стал, вот тебе стресс, да? Нормально жил. То есть она его взяла, можно сказать, под опеку, получается. Они как бы жили так параллельно. Она себе, он себе. Иногда она с ним игралась. Вот тогда в догонялке погоняет его так. Он побегает чуть-чуть, остановится, рога наставит. Ну, так, ну все, ну ладно. Вот так вот догонялки такие. Много кадров, даже мы все не загрузили. Много кадров таких интересных. Дмитрий Николаевич, ну ведь правда это редкость, когда так много животных. Ладно, одна пара, хорошо, но был случай, все, уникальный, хорошо. Но у вас действительно все между собой дружно живут. Все-таки в чем причина? Это потому что животные хорошо едят, хорошо питаются, у них нет потребности как-то параллельно добывать себе пищу. Либо же все-таки на то есть какие-то другие объяснения. Ну, вот такие случаи, если я давно выходящий, как вот Амур и Тимур, трудно объяснить. Парадоксы, да, такие природы? Потому что я даже не могу точно объяснить, почему. Должен был съесть и не должен уложить вместе. Вот у нас медведь, Адвинь медведь и барсучиха, тоже такие друзья до сих пор, тоже общаются нормально. Хотя у нас и до этого были медведи и барсуки, но не было такой дружбы ни перед кем. Это вот именно индивидуально, понимаете. Ну, а вообще, чего зверям ссориться, а что им драться? В природе понятно, там надо добыть пропитание, чтобы выжить, один должен съездить другого. Такие жесткие условия в природе. Тут такого нету, тут их кормят, обслуживают. И зачем им там вступать в конфликты, драться, если они всегда покушают, им проще жить нормально. Дружить всегда веселее. Основания для этого вполне серьезные. Территория есть и бегать, еда есть. Чего драться? Давайте сейчас сделаем небольшую паузу. Мы прервемся на короткую рекламу, а после продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами. А мы продолжаем наш разговор о Приморском сафари-парке. Дмитрий Николаевич, я думаю, интересно узнать историю возникновения Приморского сафари-парка. Как все начиналось? Я так понимаю, что было вложено очень много усилий, чтобы создать такое замечательное место, которое знают и в России, и в мировые рейтинги оно сегодня входит. Расскажите нам историю Приморского сафари-парка. Начиналось все давно и трудно. Мы пытались сделать парк животных Уссурийской тайги во Владивостоке вместе с Виктором Алексеевичем Владимировым. Мы работали 5 лет вместе, он финансировал, вложено много денег было, сделан большой проект, Приморский сафари-парком. Я там 4 или 5 лет ходил на работу туда. Мы ездили по зоопаркам и за границей, и здесь. Проект этот занимал 3 раза первые места на архитектурных конкурсах. А потом землю не дали нашей власти. Говорят, ну вот, наверное, не сделаете. И пришлось начинать все с нуля. Сначала, значит, в Шкотовском районе брать землю 8 гектаров. И поэтому сафари-парк получился не в Владивостоке, где он мог бы получиться. Просто наши чиновники не дали. Он получился в Шкотово. Ну и, конечно, было все очень трудно. Первый год был очень трудно. Я практически строил один сафари-парк, но сын помогал. Первую зиму я ночевал в избушке без печки. Было очень трудно. Но, тем не менее, постепенно мы развились. И вот сегодня у нас работает на сегодняшний день 40 человек в штате. Они что-то делают, строят, обслуживают. Ну, судя по тому, как обстоят дела в Приморском сафари-парке, я думаю, вам хватает пока такого количества сотрудников. Правильно я понимаю? Ну, летом у нас еще больше строят. Сейчас просто зимой тоже у нас меньше обычно. Но сейчас больше мы готовились к открытию парка Львов. Поэтому трудились все. А лично вы почему именно таким делом решили заняться? Это как-то было схоже с вашей профессией в прошлом. Я знаю, что вы замечательный фотоохотник. Вы не расталкивались с тигром. У вас тоже есть книга, написанная об этом. Знаете, человек предполагает, а Бог располагает. Никогда не мечтал построить свой зоопарк. Никогда не мечтал быть директором. Я мечтал ходить в природу, заниматься изучением животных в природе. Это была мечта. Поэтому я приехал в Приморский край из Казахстана. Потому что вот здесь живут тигры. Я хотел хоть раз увидеть тигра. И увидели не раз, да? Поэтому приехал. А потом началась эта перестройка, когда все так вот полетело. В Советском Союзе было все хорошо и замечательно. Там главная цель была найти работу по душе. И не было проблем там, какие-то питание, все остальное. Хоть все не ругают. Я бы хоть час туда вернулся. Там было здорово. Но наступили эти страшные времена перестройки, когда все по-другому. Сначала я занялся показом. А, я ушел из заповедника, уволился сам. Потому что мне было мало 120 дней в году ходить в лес. Поэтому я год не работал. В заповеднике ходил в лес. Занимался фотосъемкой тигров. Фотографии продавались. Тогда можно было. Началось это все. Потом была такая идея. А, занимался туризмом. То есть показывал тигров в природе туристам. Вернее, пытался показывать. Фотографии мы публиковали за границей. И люди сами выходили, звонили, просили показать. Мы пытались показывать. Это достаточно трудно. Убалось показать всего два раза. Ну и возникла идея. Гори в природе это трудно. Почти нереально. Сделать сафари-парк. И показать там амурских тигров красиво. И вот с этой идеей, так сказать, уже 12 лет бился. И все-таки получилось. Получилось сафари-парк. Тигров мы показываем. А заодно с тиграми показываем и других животных приморского края. А сейчас уже и даже львов. Не только приморского. Сколько на сегодняшний день вы можете назвать, я так думаю, цифру нам обитателей в приморском сафари-парке в общей сложности? Ну 70 видов. Ну и более интересные какие. Вот из кошачьих у нас семейства кошачьих живут. Амурские тигры, дальневосточные леопарды, дальневосточный лесной кот, рысь европейская, африканские львы, канадская пума или горный лев. Семейство собачьих, значит, у нас получается серый волк, красный волк, енотовидная собака, лиса, чернобурка. Енот у нас семейство енотовых американских видов. Почему показываем? Многие наши жители называют енотовидных собак енотами. Вот мы показываем. Вот енотовидная собака, вот енот. Они похожи, но они разные. Собака живет в норах, енот живет наверху, вот, хотя во многом похожи в образе жизни. Значит, ну что, медведи у нас, ямалайские медведи, и взрослые два, и маленькие медвежата два. Бурые медвежата поступили, значит, к нам. Птиц много очень у вас. Птиц сейчас поступает, много птиц, да, и мы вот будем показывать много птиц, развиваемся в этом направлении. Копытные, ну, мы сегодня о них уже говорили. Копытные Приморского края, значит, у нас что? Благородные олени, зюбы, опара, пятнистые олени, значит, наверное, 8 оленей, косули, десяток. Кабарга, 4, это редко. Северная олени одна, самочка, ну, кабанчики есть. Гибридная олень есть, значит, между пятнистым олени и зюбрем. Самочка и малыш у нее. Вот, ну, такие наиболее яркие, вот, крупные. Чтобы те, кто, может быть, посмотрит нашу программу, но еще ни разу не были в Приморском сафари-парке, кто захочет приехать, понимали, как там все происходит, да, что животные живут на отдельных территориях. То есть есть парк птиц, да, есть парк Копытных. У нас, значит, на старой территории две экскурсии. На первой экскурсии, значит, там что можно посмотреть. Это парк тигров, это три парка, значит, они с мостов смотрим. Значит, это парк Копытных, там тоже три парка, но мы показываем в одном парке, два отдыхают. Меняем территорию, чтобы было красиво, там разные ландшафты, в разные времена года это на разных территориях Копытных показываем. Парк медведей, парк Кобарок, ну там какие-то птички, это первая экскурсия. Вторая экскурсия входит в мелкие и средние хищники, хищные звери, которые живут вместе. Вот у нас вместе живут медвежат и гималайские, значит, лесные коты, барсуки, значит, кинутовидные собаки, лисички, рыжие там эти чернобурки, выдра там сейчас. Здесь же, но за оградой, в отдельных вольгерах, красные волки, вот сейчас мы объединили самцов и самок, сейчас у них вот интересный период, такое можно наблюдать, приехать. Серый волк, значит, и здесь же парк Птиц, там два таких участка, поступают для проблемных птички в основном, которые не могут жить в природе, поэтому вот на одной территории. Там совы, например, прям летают, можно на руку, может здесь там болотная сова, неясыть, в дальневосточной коршун черный летает. Значит, вторая территория Птиц там побольше, там прям над головой летают орланы, белоплечья, там конюк-земняк, там ястребы, все вместе живут. Ну вот это вторая территория, вторая экскурсия. А парк Львов находится в 300 метрах подальше, это отдельная экскурсия, только сейчас вот мы ее запускаем. То есть, это получается три экскурсии, можно выбрать какую-то, одну или сходить на все три по очереди. Вы сейчас заговорили о проблемных птичках, которые поступают, и я хочу спросить у вас, наверное, о первой и самой основной задаче создания Приморского сафари-парка, это помощь как раз-таки проблемным диким животным. Ну, задач много, на самом деле, и они не мешают друг другу. У нас пять задач главных. Первая – это помощь проблемным животным. То есть, к нам поступают проблемные птицы, зверьки, часто достаточно, конюки, совы, неясы, где там всякие маленькие совки, там лисы, юнтейные собаки, лесные коты, много очень поступило. Мы больше ста животных выпустили в природу, то есть, мы их реабилитировали и выпустили в природу. Это уже факт, это можно посмотреть на сайте, есть ролики каждого выпуска. Вторая задача – это, значит, красивый показ животных Приморского края, жителям Приморского края. То есть, его показ, значит, без животных перед глазами обязательно, на больших территориях, какой-то контакт должен быть, должно быть приятно. То есть, показ не должен вызывать негативных эмоций. Люди должны знать наших животных, чтобы они их охраняли, любили. Третья задача – это экологическое просвещение. У нас все экскурсии проходят с проводниками. В зоопарках этого нет. У нас на выходных 15 проводников работают. В будни меньше, но они все получают зарплату. То есть, это дополнительные расходы, но они рассказывают людям о каждом животном. Это, значит, экологическое просвещение. Плюс у нас сайт работает, там, в соцсетях есть свои странички, там, по телевизору показывают. Это все работает на экологическое просвещение. Третья задача. Четвертая задача – это участие в международных программах по размножению и сохранению редких видов животных. Не все зоопарки участвуют в этих программах, потому что участие невыгодно. Программы накладывают много ограничений. Например, мы, каких программах в Сафари-парке Приморский? Хоть мы и частные. Частные, как правило, не участвуют в этом. Потому что не выгодно. Повторяю, ни один частный, вот у нас сейчас есть в Приморском крае, в других местах, они в программах не участвуют. Невыгодно это. Объясняю, почему. Вот программа по тиграм. У меня большие территории. Да, я могу там содержать не 4 тигра, а там 10. Это было бы зрелище, это было бы интересно. А программа ограничивает. Ограничивает размножение, ограничивает передачу, кучу ограничений. Но мы на это идем, понимая, что мы не только показываем животных людям, но мы еще участвуем в таких хороших задачах, это сохранение генофонда редких животных. По леопардам то же самое. Огромная территория. И тоже мы не имеем права размножать, когда хотим, передавать, когда хотим, сводить, когда хотим. И мы сами на себя добровольно эти обязательно взяли. И это труднее, значит, свести концы с концами. Потому что без программы лучше показать зрелищ, много плюсов. Многие не идут, например, зачем люди, мне спрашивают, зачем, ты же участник, зачем тебе идти. Ну и объясняю зачем. Потому что одна из задач, это быть полезным животным. То есть надо участвовать в сохранении, в размножении редких видов животных. А без программы это сделать трудно. Программа контролирует, чтобы было правильное размножение, правильная передача. Поэтому участвуем, будем участвовать. По тиграм мы участвуем. Это программа Евроазиатской ассоциации зоопарков. По леопардам программа Европейской ассоциации зоопарков. Мы туда еще и деньги платим, что за участие. Затем программа по белоплечам Орлановым участвуем. Есть такой центр реабилитации тигров в Алексеевке, Приморский край. Мы уже давненько, с 2013 года, кажется, или с 2012. Каждый месяц переводим небольшую денечку, 25 тысяч рублей. Но это ежемесячно. В прошлом году мы перевели 600 тысяч рублей на программу по реинтродукции леопарда в Лазовском районе, Всемирного фонда охраны природы. Ну и планируем вступить еще в программу по горным копытным. Вот мы планируем, чтобы у нас были горалы. Планов много. Много заделов хороших. И может получиться много чего очень интересного. Но я стараюсь говорить о том, что сделано. Потому что, когда говоришь о планах, как правило, лени не выполняются, или их сделать очень трудно. Поэтому поживем, посмотрим. Планов много. Также хочу добавить к вашему рассказу о том, что Приморский сафари-парк также не раз становился съемочной площадкой для документальных фильмов, крупнейших телеканалов. Да, какие-то телеканалы. Это уже, понимаете, такое обыденное явление. Я даже об этом и забываю в новостях сказать. В прошлом году много было съемок. Вот о чем я не сказал. Вот о чем мы даже не показали. Приезжала съемочная группа из Мексики. Четыре человека, кажется. Работали 11 дней, по-моему. Делали фильм о России, о животных, о природе для чемпионата мира по футболу. Они будут показывать в Мексике, в этих странах. У нас в Сорне работали почти две недели. А мы даже об этом не сказали. То есть некогда было. Было много других дел более важных. Ну это одна из съемок. Ну и другие приезжали. О ком-то рассказали, а больше половины не рассказали. Потому что это такое событие для нас уже рядовое. Съемка вот этих компаний серьезных, которые делают хорошие фильмы, красивые. У нас парк ландшафтный, то есть красиво. И можно снять как в природе. И мы стараемся показать как в природе людям. Поэтому приезжают, снимают. Там кадры используют в фильмах. Правда не все говорят, что сняли в Приморском Савари-парке. Но снимают. Дмитрий Николаевич, к сожалению, нам пора заканчивать наш разговор. И мне бы хотелось, чтобы вы поздравили с новогодними праздниками всех телезрителей 8 канала. Поздравляю всех телезрителей с Новым Годом, с Рождеством. Желаю, чтобы Новый Год был более счастливым, чем прежний. Я хочу тоже поздравить вас со всеми новогодними праздниками. Пожелать вам развития. Я знаю, что в новом 2018 году будет возможность стать спонсором животных. Это уже такая мировая практика. И те, кто захочет помочь Приморскому Сафари-парку, может сделать такой подарок зверятам и присоединиться. Программа опекунства. Программа опекунства. Во всех зоопарках есть, у нас не было. Ну, просто вот сейчас эти таблички мы делаем для новой территории. Там обычно пишутся, ну, я тоже написал. Если кто-то желает стать опекуном наших животных, ну, пожалуйста. Спасибо вам большое за то, что вы делаете, за то, что у нас есть такой замечательный Приморский Сафари-парк. Желаю вам удачи и успехов в Новом Году. Спасибо. Я напоминаю, что это была программа «Время говорить». В студии работала Анна Бережная. Увидимся на Восьмом. Субтитры создавал DimaTorzok